Библия Я общался с одним человеком, который прошел столько тяжелых ситуаций, столько трудностей, пережил столько психотравм, произошедших друг за другом, как будто наступила черная полоса в жизни. У меня не хватало слов утешения, я понял, что только Бог может утешить его своим духом и своим словом, так как Он — Бог всякого утешения. На эту тему я хочу сегодня поговорить с вами. Пути утешения. Утешение для тех, кто сталкивается не просто с мелкими проблемами, но с большими трудностями. Для тех, кому нужна сверхъестественная помощь, чтобы воспрянут духом. Я хочу привести пример одной семьи из одной очень короткой книги Библии. Эта семья спокойно жила в своей родной деревне, но вот обстоятельства ухудшились. Эта семья решила переехать за границу. Семья состояла из отца, матери и двух сыновей. В другой стране проходит время, условия жизни там лучше. Сыновья решают жениться, найти супругу. И вдруг, по непонятной причине, на эту семью падает колдовское проклятие. Сначала умер муж. После этого один за другим скончались два сына. Какая трагедия. Нет слов, чтобы описать это испытание. Это горе. Можно ли представить, как такое случается? Можно ли восстановиться после такого? Трое похорон друг за другом. Остались две снохи вдова. Эти снохи, о которых говорится в этой маленькой книге. Название, которое я вам скоро напомню, одна из них возвращается в свой дом, а другая остается со вдовой, имя которой — Найми. И вот что говорит эта сноха. Я процитирую вам книгу Руфи. Здесь написано в первой главе, в 16 стихе. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. И твой Бог — моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Она проявляет необыкновенную привязанность к своей свекрови. В небольшом отрывке этой книги я открыл «Четыре пути утешения». И наша тема «Пути утешения», напоминаю вам, касается этого с четырех точек зрения. «Господь ободрит», «Господь поднимет», «Господь восстановит» в буквальном смысле слово «эту вдову», похоронившую одного за другим троих близких людей, мужа и двоих детей. Здесь написано, что она приняла смелое решение вернуться домой. Когда-то она уехала из своей родной деревни, которая называлась Вифлеем. Очень известное место. Она уехала из этой деревни, Вифлеем, что означает «дом хлеба», и отправилась за границом. Но теперь обстоятельства снова изменились. Жизнь Вифлеем стала лучше, и она решила вернуться туда, где жила раньше. Я хочу использовать этот образ, чтобы сказать вам кое-что важное. Всегда правильно, хорошо, нужно и даже необходимо вернуться туда, где вас последний раз касалась рука Божия. Я не хочу этим сказать, что Найминь и ее семья проявила непослушание Богу, уйдя из Вифлеема, потому что Библия этого не говорит. Но иллюстрация в том, что нужно вернуться туда, где есть хлеб жизни, где есть присутствие Божие, вернуться к исполнению воли Божией, вернуться в Его присутствие, вернуться к источнику благословения, вернуться туда, где Бог нас ждет, или туда, где мы, может быть, вышли из-под Его руки, вернуться. Итак, Найминь собирается вернуться домой, она хочет пойти обратно, и она приходит туда. Здесь описано, как ее встретили. Послушайте, что записано в 1 главе, в 19 стихе. Весь город пришел в движение от них. Люди были удивлены, они были тронуты видом этих посидевших, осунувшихся женщин с опущенными головами и усталыми лицами. Она сказала, «Не называйте меня Найминью, что значит милая, а называйте меня Марою, что значит горькая». У нее была такая тяжесть на сердце. Оно было так потягощено горем, что она хотела, чтобы ее называли Марою, горькой. Но эта история описана так красиво, я бы сказал, деликатно, потому что вся деревня вышла их встречать без осуждений, без вопросов, без опоздалых советов, типа «ты должна была», «надо было», «лучше было» и так далее. Их встретили с деликатностью, уважением, может быть, с молчанием. Вспомните, когда вам плохо, есть люди, которые могут вас правильно принять. Мы всегда вспоминаем людей, которые правильно приняли вас с любовью, нежностью и сочувствием, когда вам было плохо. И так Наиминь получила такой прием, который стал источником утешения, утешения в этой великой беде. Потом, по прибытии, она не осталась одна, с ней была драгоценная подруга. Мы сейчас прочитаем об этом союзе, об этом обещании Руфи, ее снохи, которая родилась в другой стране, а ведь она не была еврейкой. Но она привязалась к Наимине удивительным образом. Мы видим необыкновенную любовь, сострадание и верность. Поэтому присутствие Руфи утешало Наиминь. Может быть, рядом с вами есть человек или люди, которых вы даже и не замечаете, но которые на самом деле являются источником утешения и ободрения, когда вы переживаете трудные времена. Вы замечали это? Вы благодарили этих людей или этого человека? Это может быть ваш супруг, ребенок, член семьи, член церкви, сосед, соседка, кто-то с деликатностью обошелся с вами, помогал вам в простых, повседневных делах. Помощь и участие этого человека являются источником утешения, подарком от Бога для вас, чтобы вести вас путем утешения. Иногда мы не замечаем благословения, которые Бог поместил рядом с нами. Это напоминает мне другую историю, записанную в книге Бытие, в 21 главе. Это история о Гарри, служанке Аврааму. Помните, о Гарри нужно уйти со своим ребенком. Они отправились в путь и заблудились в пустыне. Ее фляга опустела. У нее нет воды, нет вообще ничего. И она в полном отчаянии. Она говорит себе, «Как мне быть?» Слезы застилают ее глаза. Она взывает к Богу, и он слышит ее. Он открывает ее глаза, и она видит колодец. Колодец был там, но она ничего не видит из-за слез, из-за скорби. Пусть ваши глаза откроются, чтобы вы увидели то хорошее, что Бог дал вам. Но еще один момент, которым я хочу закончить свое слово сегодня. Читая четыре главы книги Руф, обратите внимание, как складываются обстоятельства. Стечение обстоятельств. совпадения станет сверхъестественным путем утешения. Руф оказывается на поле хорошего человека, Ваоза. Ваоз оказался ее будущим мужем. Он влюбился в нее. Эта история заканчивается прекрасным браком, который станет источником утешения для всей семьи и для наименей, в частности, для той, которая хотела, чтобы ее называли Марой, горькою. Она получит утешение благодаря удивительному стечению обстоятельств. посмотрите на стечение обстоятельств, как Бог открывает одни двери и закрывает другие. Происходят совпадения, с помощью которых Бог направляет вашу историю, как он направлял историю Руфи и наименей. И в конце появляются потомки, дети, а именно Авид, который станет дедушкой Давида, царя Давида. Среди этих потомков будет человек Божий, необыкновенный служитцель Божий, пример для подражания. И все это показывает, что Бог может обратить беду во благо. Даже серия трагедий может обратиться во благо. Бог может сделать так, чтобы утешить человека. А вот, что я хотел сказать вам сегодня. Надеюсь, что вы получили и ободрение, и назидание, а также вспомнили, кого можно за это поблагодарить. Прочитайте всю книгу Руфи, там всего четыре главы, и пусть ваша вера укрепится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова